МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже была попытка с Великого Октября начинать летоисчисление. Забыв все рождество Христово, забыв какие-то другие, в этом отношении большевики уникальными не были, они попробовали воплотить пример французских революционеров в период Великой Французской революции, когда там вплоть дошло до того, что календарь поменяли, переименовали в 7 месяцев и начали считать с нуля. Здесь эта попытка была, но она не нашла своего воплощения в жизнь, потому что, ну, единственное, я могу вам на память сказать, что это был журнал атеистический, журнал типа воинствующего безбожника, атеизм или еще что-то такое, где вот действительно писалось, что выходит в 5-й месяц со дня Великой Революции, там, 10-й год, там, или еще чего-то. Но эта попытка вот только в этих журналах и устоялась. Хотя Ярославский пытался через Союз воинствующих безбожников это сделать всероссийской всесоюзной практикой, но ему это не удалось. Зато 25 октября 1917 года отрядам Петроградского совета удалось разоружить выставленные правительством караулы, взять под свой контроль вокзалы, электростанцию, телефон, телеграф и все это без единого выстрела. Временное правительство во главе с Керенским опомнилось, когда в Зимнем дворце отключили телефонный свет. Защищали его примерно 200 ударниц женского батальона смерти, 2-3 рота юнкеров и 40 инвалидов георгиевских кавалеров. Холостой выстрел с Авроры послужил сигналом к штурму Зимнего дворца. Кстати, спустя 10 лет крейсеру довелось выстрелить еще раз для фильма «Октябрь» или «Десять дней, которые потрясли мир». Для съемок Аврору зарядили двойным зарядом, чтобы на экране было видно пламя, и многие дома на Невской набережной лишились стекол. На территории современной Чувашии в те дни практически ничего не происходило. Основная политическая жизнь кипела в губернтском центре в Казани и нескольких городах. В основном революционные события сюда дошли где-то в начале 2018 года только. И дошли они сюда больше не по принципу, вот волна сверху пришла, как временное правительство, когда всех обязали присягать заново новому органу управления в стране. Они пришли больше как волна, вот так хлынувшая сюда, демобилизованных солдат, потому что большевики объявили о том, что старая армия перестает существовать, никакого обязательного призыва в армию нет, должна быть сформирована абсолютно новая армия на добровольных началах, так называемая Красная гвардия, куда начинается добровольная запись рабочих в первую очередь. И, пользуясь этим, многие ведь и солдат покинули действующую армию. Фактически целыми эшелонами части снимались и отправлялись домой. И вот эта волна, приехавшая сюда, конец 17-го, начало 18-го года, она и принесла за собой вот эту революционную идею, ту, которую пропагандировали большевики. Поэтому вот период октября, если мы говорим конкретно об октябре 17-го года, в принципе, Чуваша не заметила. Она его заметила уже потом, в начале 18-го года, когда начали формироваться определенные революционные структуры на местах, появились вот эти советы, неважно, как они назывались, сначала гражданских ли депутатов, потом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в городе солдатских депутатов, в городе Чебоксарах, например, крестьянских депутатов не было, в принципе, сначала вообще. Крестьянские депутаты были отдельным советом. Это потом произошло объединение, причем во многих, и в Ядре, и в Цивильске сначала было сформировано два совета. Крестьяне обособились и жили по своим нормам, солдаты и рабочие жили по своим. А потом уже частично где-то принудиловка, где-то добровольно произошло вот такое объединение этих советов в одно единое целое. И появилась общая устаканившаяся формулировка рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. К сожалению, многие действующие лица политической пьесы, которая разыгрывалась тогда на местах, так и не вошли в программу спектакля. Между тем, к февралю 1917 года, когда последний император Николай II отрекся от престола, а власть перешла к Временному правительству, уже сформировалась чувашская интеллигенция, поддерживающая революционные идеи. Довольно многочисленная, между прочим. Гавриил Алюнов, Дмитрий Петров-Юман, Александр Краснов, Петр Федоров – это всего лишь малая часть имен, к сожалению, сегодня практически забытых. Причина в их политической принадлежности. Кто-то, да, был активным участником революции, но он потом не вписался в процесс. У нас потому что большое количество людей, которые в первое время были вместе с большевиками, и они действительно помогали створить эту революцию. Тот же самый Семен Николаев Хури, Гаврила Алюнов и прочие. Они ведь тоже были активными участниками революционного процесса. Но просто они разошлись с большевиками в понимании того, как дальше пойти. Ведь большая часть из них входила в этот Чувашский левосоциалистический комитет, который был в первое время своего существования относительно демократической площадкой, где сталкивались интересы и большевиков, и левых эсеров, и беспартийных, и крестьяне там могли выступать со своими лозунгами. И вот это все там переваривалось, формировалась какая-то определенная политическая платформа. Но когда вот произошел Октябрьский переворот или Октябрьская революция, в зависимости от того, кто на какой идеологической платформе сейчас стоит, и началось вот это отторжение левых эсеров от большевиков, соответственно, разошлись и взгляды всех на то, кто эти люди. Не случайно, что и Семен Николаев, и Гаврил Олюнов оказались не у дел. Они вынуждены были вместе с белочехами и комучевской армией уйти. Потом оба оказались, кто в эмиграции, кто в застенках. Судьба ни одного из этих левых эсеров, кто остался верен своим собственным взглядам, счастливой не была. Счастливым, может быть, стало их наследие, когда вот благодаря тому же самому историку Александрову мы получили воспоминания Семена Николаева, где он четко описал свою роль, свои отношения к людям. До сих пор ведь воспоминания вот этой со стороны когорты, левой эсеровской, были практически недоступны. Мы больше оперировали понятиями и воспоминаниями, и документами именно вот большевистского характера. Потому что, когда вот была создана партийная, сначала партийная комиссия, а потом уже и в нее включились и архивные работники, и историки по сбору документов, реликвий, там, воспоминаний, связанных с составной революцией, в первую очередь, ведь собирали именно документы, связанные с большевистским движением. Отнюдь не всех остальных. Даже в этом отношении вот крестьянское движение оказалось в таком загнанном состоянии. Потому что у нас в главу угла было поставлено рабочее движение, и его лидеры большевики. Потому что была догма, что революцию сотворили рабочие и солдаты. Крестьянство, как бы было ни удел, его потом только делегированные туда люди просветили большевистскими идеями. Хотя, на самом деле, многие идеи большевиков, это те же самые лево-эсеровские задачи, которые были поставлены еще в период подготовки к выборам учредительного собрания, они были транспортированы вот в свою идеологическую систему и как бы поданы под своим соусом. То же самое декрет о земле. Это типичный декрет, который большевики позаимствовали у левых эсеров. Почему? И крестьянство их поддержало. Если мы говорим о том, как большевики появились у нас, то, в принципе, ни одного коренного большевика, который вырос и сформировался чисто в Чувашии, назвать нельзя. Все большевики, которые у нас были, они это инкорпорированные, так скажем, большевики, которые сюда либо прибыли сами, либо их сюда партия направила. Потому что вот, в принципе, два течения, на которых формировалось большевистское движение в Чувашии. Это демобилизованные или частично даже сами дезертировавшие из-за этой армии солдаты, которые были уже проникнуты большевистскими идеологиями, и кронштадтские матросы, которые приехали сюда, которые принесли свои идеи и стали пропагандировать их. В качестве примера можно назвать достаточно известную личность с точки зрения того времени. Это кронштадтский матрос-большевик Халапсин, который потом возглавлял разные структуры, в основном силовые, на уровне уезда, и достаточно сильно отличился в период изъятия церковных ценностей, когда вот он действительно в своем уезде изымал максимально все, что можно изъять. Другой пример, который можно привести, это большевики, которых отправила сюда Казанская организация. Это вот те же самые будущие лидеры чувашской автономии. Это и Эльмень, который прибыл сюда, это и Косарев, это и все остальные, которые кто-то окольными путями через Москву, кто-то напрямую из Казани был сюда делегирован. Но так или иначе, вот это те люди, которые воспитались и выросли вот в большевистском духе именно в Казани, сформировались там, в этой прослойке, и прибыли сюда. Впрочем, говорить о том, что революция в Чувашии была безымянной, нельзя. В памяти событий того времени в архивах республики хранится огромный массив документов, подробно рассказывающие о том, что и как происходило в городах и селах, чем занимались тогдашние учреждения и организации. Если мы говорим о комплексе архивных документов, который относится к революции, он, наверное, более сохранившийся, чем комплекс дореволюционных фондов. В том плане, что к революции долгое время отношение было такое поэтически-пиететное, когда ее превозносили, и практически 70 лет она была идеологически связующим для всех фактором. Поэтому все воспоминания у ветеранов пытались собирать, пытались фотографировать памятные места, пытались издавать какие-то документы, собирать материалы органов власти, которые в этот период существовали. При этом, конечно, основной упор делался на пробольшевистские или большевистские сами структуры. Пробольшевистские имеется в виду тот комплекс документов, который не всегда именно относился к РСДРП, РКПБ и потом ВКПБ, КПСС, сколько и к тем, кто в первое время поддерживал эту организацию. То и получается, что отношения общие со стороны правящей элиты в стране, регионах и со стороны архивных работников было соответствующее. Был определенный заказ на сбор таких документов, их обеспечение сохранности и как можно больше использования в качестве популяризации для того, чтобы показывать, что Великий Октябрь – это Великий Октябрь. Это не единый комплекс, это большое количество документов, разбросанных в разных фондах, потому что никто не ставил перед собой цель объединить все документы, связанные с революцией, в одном большом фонде. Поэтому воспоминания будут разбросаны в разных делах одного фонда, например. Документы, связанные непосредственно с установлением советской власти – это другие фонды, причем разные уезды, соответственно, разные документы и разные фонды. Поэтому тот, кто захочет заниматься этой историей, если вдруг просыпается интерес узнать действительно, как происходили события, придется смотреть не просто, придя в читальный зал, скажу, дайте мне вот дело, где собраны документы, а придется кропотливо собирать большое количество документов по разным делам разных фондов и составлять общую картинку. Тем более, что отношение к этим документам было, если повториться, теоретическое, поэтому каждый УКОМ, комитет партии, каждый райисполком занимался тем, что собирал для себя вот эти воспоминания. Соответственно, уровень воспоминаний будет разный. Для кого-то это уровень документов первых лиц республики, для кого-то это первые лица района, для кого-то это первые лица конкретной деревни. Поэтому, в принципе, теоретически, смотря на комплекс воспоминаний, можно получить определенный срез, в котором мы видим картинку от низового уровня до уровня первых лиц, которые представляют это через свою биографию, через свои воспоминания и прочее. Только единственное, что надо понимать, это субъективизм. Каждый, естественно, писал свои воспоминания с упором на то, что вот я пишу воспоминания, я главная действующая фигура. Поэтому просто на одних воспоминать, если взять воспоминания одного человека, сказать, что вот так реально развивались события, будет достаточно проблематично. Надо брать комплекс воспоминаний на основе их и уже оценивать. Почтительное отношение к Великому Октябрю сохранялось довольно долго. Причем, чем больше времени отделяло людей от 1917 года, тем глубже становилась их уверенность в том, что это навсегда. Нынешней осенью по стране прокатилась волна памятных мероприятий, посвященных вскрытию капсул с посланиями из прошлого. Как правило, в честь торжественных дат производственные коллективы и общественные организации обращались с письмами к своим потомкам. Финальной точкой выбирался 2017 год – столетие Октябрьской революции. В эти исторические дни мы, делегаты 15-й комсомольской конференции Чебоксарского ордена Трудового Красного Знамени Хлопчатого Мажного Комбината, обращаемся к вам, первопроходцам 21 века, претворяющим в жизнь наши светлые мечты горячими словами привета и самими лучшими пожеланиями. Мы отмечаем полувековой юбилей нашего первого мира и государства, рабочих крестьян в обстановке большого творческого подъема, высокого энтузиазма, в активной борьбе за создание материально-технической базы коммунизма. Это послание потомкам в 2017 год от комсомольцев Чебоксарского хлопчатого бумажного комбината. В год 50-летия Октябрьской революции они так же, как и их ровесники по всему Советскому Союзу, решили оставить память о себе. И когда в это время отчетно-выборная комсомольская конференция была у нас, пришел к нам Максим Михайлович Сынафонтович, первый старый обком комсомолов в то время, были секретарь парткома Надежда Петровна Бронникова, директор Серов Константин Андреевич, они все у нас присутствовали на конференции, все члены президиума были, и мы это письмо зачитали на отчетно-выборной конференции комсомольской. Они одобрили, и, соответственно, говорит, надо положить в память согласность стопроцентно и подписи сделать членов президиума. Вот и все. Когда-то здесь было настолько многолюдно, что на проходной толпились очереди даже в ночную смену. На комбинате работали более 22 тысяч человек. Такое было передовое, хорошее предприятие. И в Чувашии, и по России, по Советскому Союзу было одно из предовых предприятий. Здесь были очень хорошие, правильные, хорошие руководители на комбинате. И поэтому и передовая техника, тех сильной помощности здесь было. В общем, когда писали вот это письмо, мы были молодые. Нам было где-то 20-25 лет. И комсомольская организация, под руководством Балийской, это было очень дружно. Именно Николай Петрович Петров автор первого варианта текста обращения комсомольцев «ХБК в будущее». Неплохо написал, между прочим. После всех редактирований и согласований письмо дошло до нас практически в первоначальном виде. Мы все-таки гордились своим предприятием. И мы думали, что если сейчас такая хорошая жизнь, то через 50 лет, уж надеясь, если не коммунизм, то, в общем, что жизни будет еще лучше. Конференция прошла. Мне позвонил первый секретарь горком партии Ковалев Геннадий Павлович. И говорит, «Крет, вы письмо заложить решили?» Я говорю, «Да». «А почитать можно?» «Конечно, можно». Я, конечно, покраснела, соответственно. Поехала к нему туда. И он внимательно прочитал его. И говорит, «А зачем, говорит, ошибками? У вас одна ошибка тут есть». Ошибкой нельзя прошлое отправлять. Скажут, неграмотные вы люди. Я, конечно, соответственно, покраснела, как бывает в эти случаи. Оказывается, тут вместе комбинат, надо было коллектив комбината. Слово «коллектив». Так особо-то, наверное, небольшая ошибка. Ну, наверное, этот. И я сам. Пришли, переписали заново. Письмо мы пытались заложить. Тут бегали много за этим письмом. И капсулы не знаем, как класс. Потому что мы впервые в такое время, а в то же время почему-то мы старшим не отнеслись. Не спрашивали старших. Раз мы сами такие умные, давай сами же до конца доведем. И мы тут капсулу. Давайте капсулу сначала. Заказали, одели главный механика капсулу. Капсулу нам сделали вроде на резьбе. Все нормально. Вторую капсулу давайте ставим на всякий случай. Сохранность, чтобы было. Тоже сделали. А теперь куда класть, как класть. Ну, давайте ящик деревянный сделаем. Сделали деревянный ящик. Положили туда сружки. И положили капсулы. И закрыли. И вот письма потомкам сверху. Да, тут еще бетоном еще тут чуть положили, чтобы чужие не трогали. Постамент памятника Ленину показался комсомольцам комбината самым подходящим почтовым ящиком. Капсулу замуровали у его основания, накрыли мраморной плитой с соответствующей надписью. Она легко читается до сих пор. Скрыли привет из прошлого, 5 ноября 2017 года, активисты Чебоксарского горкома КПРФ и бывшие работники хлопчатобумажного комбината. Однако текст в капсуле не сохранился. Что-то пошло не так. Вот теперь-то и пригодилась копия, которую так заботливо берегла Крета Лазаревна Валицкая. 50 лет. И теперь это письмо я отдам государственному архиву. И они там будут лежать. У нас комсомольские документы все там находятся. И пусть полежит и это письмо. Может, еще через 50 лет кто-то найдет его. Жаль только, что вскрытие капсулы прошло практически незамеченным. Получить такую весточку из прошлого, 50-летней давности, было бы интересно не только бывшим и нынешним коммунистам, но и всем остальным жителям города, независимо от партийной принадлежности. Тем более, что столетие Октябрьской революции по-прежнему очень важная дата. Хотя оцениваем мы ее по-разному. Такое право дает нам история. У нашей фракции известно, что есть мнение по поводу событий, произошедших в 1917 году. Мнение оно, если раньше было, так скажем, резко отличное от большинства населения, то сейчас мы видим, что все больше населения получает информацию о том, как действительно проходили те события. Сняты художественные фильмы, более современные, а не те, которые можно назвать исключительно пропагандистскими, которые снимались при, так скажем, прошлом режиме, рассекречиваются со временем архивы. Информация людям поступает, люди переосмысливают эту позицию. И мы, как фракция, считаем, что любая революция, в том числе и та, которая прошла, это не какое-то великое событие, которое помогло нам развиваться, а наоборот остановило нас в развитии. Я думаю, нам в первую очередь нужно думать не о революции, а об эволюции. И этот процесс у нас приведет к успеху. Слава Богу, зачем нам революция? Надо по-любому уметь договариваться, надо конструктивно нам развиваться. Понятно, надо просто садиться за сто переговоров, но, конечно, у нас чуваший народ миролюбивый, такой спокойный. Я могу только всех поздравить с праздником. На самом деле я родился в Советском Союзе, и я думаю, что неплохое время было. Я думаю, надо просто жизнь не кончать, жить еще лучше, стремиться жить еще лучше, и лучше, и лучше. Октябрьская революция, как она раньше называлась у нас, это историческое событие, его не вычеркнешь из истории нашей страны. Конечно, мы все рождены были в Советском Союзе, и было социалистическое общество. Не хочу никого ругать, было плохо или хорошо. Были минусы, были плюсы. Но в целом мы должны уважать нашу историю, и нельзя делать каких-то, ну так сказать, резких движений. Никогда не поддерживал сносы памятников, снятие каких-то табличек и так далее, и так далее, которые, ну, хотят вычеркнуть или переписать историю. Я не перепишу, мы просто должны уважать своих предков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова